Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и у нас сегодня вот такое вот домашнее милое видео о том, как я наряжаю елку, и, скорее всего, мне кажется, будем подводить некий итог. Что мы такие ковки? Что мы такие ковки? Елка у меня уже стоит, как видите, ненаряженная, ну вот это вот я просто так решила для некоторых фотографий сделать там еще. А еще я ненаряжала, она стоит у меня дома такая вся ненаряженная, но на самом деле мне, в принципе, нравится, как она выглядит вот в таком виде, то есть ненаряженной. Мне кажется, что это очень прикольно, она прям такая, как будто в лесу растет. А еще что я хотела вам рассказать, мне почему-то все пишут, ну я просто выставила... Ой, кот, иди. Я просто выставила... Так, так, нельзя это есть! Ну нельзя, Кузьма! 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 Короче, я выставила фотографию в ВК, и мне даже в личку и даже под фоткой начали писать, что типа... Это искусная елка. Это нифига не искусная елка, серьезно, это настоящая пихта, даже можно оторвать кусочек. Небольшой. Ради эксперимента, вот это вот такая у нее иголочка. Она вообще никак не может вас порезать, и пахнет как раз таки пихтой. Поэтому это не искусственная елка, я не знаю, почему все так об этом говорят, и почему все форсят, может, потому что так выглядит, но не знаю. Я уже вам показывала, как я поехала выбирать ее, я купила и так далее, а сейчас мы с вами будем ее наряжать. Итак, у меня тут есть коробка с игрушками, и сейчас хочу я все это вытащить, и, конечно же, вам показать. Блин, у меня все шарики вылетели. Наконец-то я нашла этого Деда Мороза. Ну как, это как Санта-Клаус, он очень прикольно выглядит. И его я заказала в прошлом году, и не успела повесить на елку, его можно посадить на елку, кстати говоря. Я заказывала его с Ебэ, я знаю, что в Китае тоже есть такие игрушечки, но он очень милый, он очень легкий, и он, в принципе, сделан так просто. Смотрите, у него такая подкладка, на самом деле, очень дикая. Но он классный, все равно он классный, блин. Я думаю, что я куда-нибудь сюда потом посажу. Ну, в общем, еще он пахнет очень вкусно. Что у нас есть? Шарики, которые вывалились. Это прям классика такая. Вот такой красивый шарик, он очень давно у меня, кстати. Может быть, лет шесть уже. Такой шарик есть. Кстати, прям вот игрушки в этом году я вообще практически, ну, новые не покупала, ничего не делала. Не знаю, как-то я к этому очень несерьезно подошла, на самом деле, ну, я так считаю. Я думаю, что елка у нас с вами будет в двух, так скажем, цветах, потому что, ну, я не вижу смысла делать все это. Как-то так, ну, без какой-либо цветовой гаммы, скажем. Первое, что нужно сделать, это повесить гирлянду, посмотреть, работает ли гирлянда вообще. Так, первая гирлянда у нас вот такая вот. Ить, 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 сейчас включим. О, работает. Смотрите, как. Смотрите, как. Можно фоточки такие делать. А чё это? А, я думала, всё, уже перестала работать. Ну, тут, конечно, есть многофункциональный режим, где он переключается-то. Или это не эта гирлянда? Где он переключается-то? Есть ещё одна гирлянда. А, есть ещё вот такой вот. Это когда был год обезьяны, по-моему, она висела у меня тоже. А вот это, по-моему, гирлянда с переключалкой. Ой, работает. Вот, все гирлянды с переключалками, они намного очень удобны. Единственное, что мне не нравится, что эти штучки очень сильно нагреваются, и горячо получается очень, очень горячо. Вот такой вот режим мне больше всё нравится. Так, это ладно. Такая штука мне тоже очень нравится, она ещё прикольно выглядит на ёлке. О, можно на сеансы пить, например. Ой, как я люблю эту игрушечку, прям скрипичный ключ, как смысл жизни просто. О, барабан, смотрите, вот эти прикольные игрушки. Вот такие я вот очень люблю, они очень необычные. И ещё ноты. Кстати, они очень качественно сделаны, и вот эти вот блестяшки, они просто не отрываются. Ну, как бы, сами понимаете, это очень здорово. Ну, почти не отрывается. Затесалась одна вот такая вот игрушка под названием «Прощай молодость моих родителей». Что она здесь делает, я не знаю, но, в принципе, она у меня никогда не висела на ёлке. Ой, вот это, смотрите, какая красивая штука. Я её в первый раз здесь вижу. Ну, наверное, это кто-то когда-то покупал, когда был год барана. А был, кстати, год барана? Ну, пусть будет. Она бы очень красиво смотрела. И что это? Вообще, что это за животное? Чё это они скрутились тут втроём? Ну, какие шарики. Отражение, видите? Видите свои отражения здесь? А это тоже, знаете, такой шарик, а-ля повесили в Доме культуры, но он был один у нас такой красивый. Поэтому я тоже не буду увешивать. Я вообще не знаю, что это всё здесь делает. И так как я поняла, что игрушек у меня не так уж много, а ёлка упирается мне в макушку, будем делать что-то из того, что есть. Ну, как немного. Вот такие вот есть. Я же не буду амбракозабрак какую-то делать, понимаете? То есть ещё один такой шарик из стиля Дом культуры. В этой коробке всё. Есть ещё пакет. Но в пакете у меня просто вот. Просто вот такая вот хмешура, которую я обычно ещё и развешиваю по квартире. Видите, у меня ёлка большая, а штатив маленький. Поэтому пришлось ставить на кровать штатив и вот хоть как-то вот так вот пытаться попасть сюда, вот понимаете. Вот, в общем, ёлка у меня выше меня, она даже не влазит. То есть, видите, если я рукой так и дальше, она туда в небо, короче, уходит. Вот. То, что я вчера повесила, я не знаю, видно вам или нет. Смотрите. Игрушки три. Вот эти вот игрушки мне пришли из Китая. И тут... Аааа! Сорочки. И тут есть ещё остальные. Они уже выглядят, я вам уже показывала вот так вот. И это всё, короче говоря, вот так загинается и проделывается моё. Не знаю, их так мало. Я заказала, короче говоря, в 10 штук их. И я потом поняла, что это мало, а сейчас уже заказывать нет смысла, потому что это ничего не успеет доехать просто никак. Так, ещё остаётся их тут чуть-чуть совсем. Давайте сюда. И-аа! Ну, чё оно не клеится-то? Нет, кстати, идея вот у этих игрушек, она офигенная. То есть, оно бы хорошо смотрелось, если бы оно было бы хотя бы с чередованием вот таким вот, короче. Но я не надумалась купить больше, к сожалению. Итак, продолжаем вешать наши ялочные игрушки. Я подзарядила камеру. Сейчас мы для Лиды Мороза найдём место, ему в прошлом году места не хватило. Я думаю, что сюда он будет отлично прям смотреть. Ну, так себе что-то. Во! О, прикольно! Мне нравится, серьёзно. Что у нас дальше идёт? Дальше у нас идут вот такие вот музыкальные украшения, потому что я хочу их повесить куда-нибудь. Вот так. Мне больше всего нравится. Клубка здесь мешается. Вот так вот. Мне нравится. Короче, я не знаю, какой зверь. Так, поехали. Губенцы. Сильно в этом году напихивать игрушками я не хочу. В принципе, мне кажется, что в прошлом году я тоже самое говорила. Надо будет пересмотреть видео. Куда тебя повесить? Было бы здорово, если бы всё это снималось с двух камер, потому что как-то тут план был бы, тут план, ну вот ладно. Сейчас будем вмешивать игрушку, которая, которая даже прям как настоящий колокольчик, и она сделана под гжейк, смотрите. Бантики тоже, видите, как мило смотрится, надо вот таких вот игрушечек. Кстати, ёлка была пофигенностью, вот такие вот игрушечки, их было очень много. Ну, чё-то как-то... Надо было думать заранее вообще обо всём таком. Надо всегда всё делать заранее, понимаете? Всегда. У меня с папой всегда раньше был такой прям целый, целая традиция была наряжать ёлку. И папа, конечно, более скрупулёзно сюда подходил к этому делу. Не то, что я вот так вот развесила, короче, криво. У папы там был целый выстроенный дизайн, как они висят, что они делают. Понятное дело, что как бы с возрастом он стал забивать на это всё. Но дело в том, что мы с ним специальный день выбирали. У нас был день 28 декабря, это чисто день для того, чтобы поставить ёлку. И мы с ним долго-долго вот так вот всё развешивали. Потом мы украшали комнату, ещё что-либо делала. Я же налепила вот так вот непонятно, и всё. Вот мне на самом деле нравится только вот этот вот момент. И если бы вся ёлка была выполнена в таком стиле, она бы выглядела очень хорошо, конечно. Но я постепенно докупаю игрушки. Я думаю, что с каждым годом их будет больше. И это будет интереснее смотреться. Ну, как бы, сами понимаете, что Москва не сразу строилась. Вот только вот этот скрипичный ключ всё время как-то уезжает. Ну, может, потому что я его неправильно надела. Сейчас мы его приделаем. В общем, друзья мои, на этом всё. Я постаралась максимально снять видео, как вы любите, и как я люблю я. Потому что я сама смотрю такие видосы, как ёлка наружает. Это по-видимому с детства остаётся. Вот, что мне хотелось ещё вам сказать, что все ждём Нового года. Все ждём о 2018-го. Я надеюсь, это видео вам понравилось. С вами была Наташа Гром. И мы с вами скоро увидимся и уже слегка другим видосом. Вот. Я вас всех очень люблю. Вас крепко обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok